Минтранс области провел утренний рейд в Люберцах. Поводом стали неоднократные жалобы местных жителей на нехватку автобуса в длинные очереди, чтобы сесть в маршрутку и пробки. Решением ведомства уже введены дополнительные автобусы до метро Выхина, Новокосино и железнодорожной станции «Люберцы-1». Кроме того, продлили маршруты до улицы Вертолетная. Теперь жители смогут быстрее добираться до метро. В утренний час пик примерно с 6 утра на улице Вертолетная 20. В Люберцах выстраивается длинная очередь на автобусы и маршрутные такси. Проблема с выездом из микрорайона перед жителями стояла с летнего периода. Сейчас в зимнее время из-за погодных условий движение затруднено еще больше. Каждый день по-разному. Я не знаю, от чего это зависит. От количества машин, которые дают владельцы этой компании. Либо от погодных условий, от пробки, от разных факторов. Около остановки на улице Вертолетная выстраивается несколько очередей. Быстрее двигается так, где люди не против поехать стоя. Другая же для тех, кто все-таки предпочитает ехать сидя. Именно здесь люди теряют время в ожидании. Министерство транспорта Московской области. И сейчас видны результаты. Уже несколько дней вместо 30 и более минут. В очереди ожидание составляет 10 минут. Ситуация вообще, как я говорю, не очень хорошая. Пробки ужасные. Доехать до работы очень тяжело. Ну, видно, что они стараются наладить все это. Поэтому, я думаю, все-таки бригаду нас на это вернули, нашу старую. Я думаю, что наладится. Представители Министерства транспорта Московской области совместно с администрацией Люберецкого округа проверили работу перевозчика РАНТРАНС, который обслуживает новые жилые комплексы этого микрорайона. Основанием для проверки стали обращения граждан, поступающие в социальные сети и на сайт Добродел. Уже сейчас в районе жилого комплекса Люберцы наблюдается положительная динамика решения дорожных проблем. Раньше, когда только запускался данный микрорайон в Люберцах, на маршруте было всего 15 машин малого класса. Сейчас, проработав этот вопрос с перевозчиками, мы увеличили это количество. И получается, что мы увеличили количество машин до 25 практически в два раза. И мы не только увеличили количество, но и увеличили вместимость. То есть мы поменяли машины малого класса на средний класс. Теперь вместо 18 сидячих мест у нас в машине практически 30 сидячих мест. Так, в настоящее время перевозку осуществляют 20 автобусов среднего и 5 малого класса. Помимо расширения автопарка, планируют увеличить пропускную способность самой дороги. Уже принято решение о продлении трассы следований маршрута 12-32К до улицы Вертолетная. Вот мы находимся сейчас на остановке. Время 7 часов 45 минут. И видно, что по большому счету людей на остановке уже нет. Будет увеличиваться количество транспорта именно в эти часы прорабатываться. Сейчас вопрос, как это сделать для того, чтобы в эти 45 минут людей вывозить как можно оперативнее. Результаты работы замечают и сами водители общественного транспорта. Три минуты утренний час пик. Интервал у нас. А потом уже по шесть минут работаем. Также для экономии денег во всех автобусах и маршрутных такси установлены терминалы для оплаты картой «Стрелка». Отметим, что в целом дорожно-транспортная ситуация в районе жилого комплекса нормализована, считают в Минтрансе. Мария Антонова, Никита Скраган, телеканал ЛРТ. Всем привет! Я Наталья Григорьева. Вы смотрите ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на Ютубе, ставьте лайки и всегда будьте в курсе интересных событий.